Минсельхоз Соединенных Штатов Америки своим прогнозом обрушил мировые цены на зерно. За неделю российская пшеница подорожала с 268 долларов до 295 за тонну. И это не предел, заявляют эксперты. При этом рост стоимости связывают не только с негативным прогнозом сельхозведомства США, но и плохим урожаем во многих регионах России. На юге страны лето выдалось дождливым, тогда как в центральной части и в Сибири наоборот засуха. Глава Чуваши Олег Николаев ответил репортеру Республики на вопрос о возможном дефиците зерна в регионе и перспективах подорожания хлебобулочных изделий в магазинах. Весной после сева были дожди, но во время, когда шло колоссование, когда шло формирование объема, я бы так сказал, массы зерновых культур, не было дождей. И поэтому мы фиксируем, что на сегодняшний день снижение и по урожайности, и по валовому сбору будет примерно на 30% ниже, чем в прошлом году. Но в целом этого достаточно для того, чтобы обеспечить основные потребности республики. Но и есть понимание того, где и сколько закупить зерна для того, чтобы наши хлебоперерабатывающие предприятия могли обеспечить свою деятельность на должном уровне. А самое главное, не допустить повышения цены на хлебобулочные изделия.